Есть природа действия, много работы за средненькую зарплату, ремонт, домашние дела, суеты много, результат скромный и страх что-то поменять. Чем снизить страх перемен? Перестаньте обслуживать всех подряд, просто перестаньте обслуживать. Делегируйте дома, если есть на кого какие-то обязанности. На работе не бросайтесь суета, это когда воздействие достаточно серьезное, и вы каждый раз пытаетесь от этого уйти, но страх не пускает. Есть обязанности, за которые вам платят, как навык, за который платят деньги, а есть то, что вы пытаетесь угодить. Обслуга это та, которая пытается угодить и дома, и на работе. Кто-то берет кнут и вас погоняет. Вы себя обесценили ниже плинтуса. Нужно садиться и во всем этом разбираться. Вы себя загоняете, вы сами выгораете, ну это уже больше, чем половина. А изменения это когда прежде всего вы должны для себя самой или самого понять, вы кто? Ну вы кто? Человек или там кто-то там дрожащий там где-то? Вы летать-то готовы или ползать всю жизнь, как Лепс поет? От этого решения и будет зависеть ваше изменение. Пойдете, исправитесь, поверьте. Или не пойдете и не исправитесь. Ни в том, ни в другом нет ничего неплохого, нехорошего. Это выбор человеческий, его решение, на основании которого и будут происходить следующие какие-то другие ситуации, поступки, перспективы будут, не будут открываться. Но обслуга это ниже плинтуса, просто ниже плинтуса. К вам будут все больше и больше притягиваться люди, которые будут пинать вас ногами для того, чтобы за счет вас потешить собственное самолюбие. И вы останетесь нищие, голые, босые, безэмоционально никакой. И, собственно говоря, найдете себе какую-нибудь не очень пристойную привязанность, которую будет распределять. Или болячка, которую будет человек лелеять для того, чтобы оправдать свое бессилие, нежелание, страх, убогость и еще прочее. Но это знакомая ситуация. Вы научились это делать? Просто научились. Действия — это всегда что-то шедевральное, это то, что можно увидеть. Мысли увидеть нельзя, слова нужно учиться слышать, эмоциональный интеллект далеко на сегодняшний момент не у всех открыт. А вот то, что могут делать руки, это шедевры, это художники, это скульпторы, это уникальные какие-то процессы, которые человек прописывает и делает. Это все делается руками. А если вы обесцениваете свой навык, и если вы в суете забываете самого себя и только выполняете чужие приказы, и льстите себе, наверное, не очень честно о том, что вас похвалят, а хвалят только за то, что вы тянете на себе мешок, который совсем уже по полу волочится, как баржа. Ну вы очень плохо к себе относитесь. Очень плохо. А если это в двух системах или в трех, там у мамы с папой, в семье такой же там ходит рукава водитель, и еще и на работе, ну вы упадете. И самый лучший выход — это будет какая-то болячка. К сожалению, это так. Продолжение следует...